Здесь тепло, уютно и комфортно созданы все условия, чтобы развивать таланты и претендовать на большие спортивные достижения. Заниматься здесь одно удовольствие, говорит капитан команды по художественной гимнастике Ирина Хариддинова, которая одна из первых вместе с подругами оценила преобразование в спортивной школе. Когда я впервые увидела, это прям шок был. Все такое интересное и бело-красное, а было раньше синее такое, тусклое. Зал такой красивый стал, а раньше все такое старое было. Прям много красок, удобнее все, условия намного лучше стали. А вот так теперь выглядит зал, где занимаются юные футболисты в зимний период. Новая разметка и качественное покрытие пришлись по душе и спортсменам, и родителям. Площадка великолепная на самом деле. Если будет очень холодно, здесь можно заниматься, потому что для этого есть все условия. Хотим вырастить профессиональных футболистов. У мальчишек огромное желание. Здесь мы надеемся, что все получится. Помимо футболистов и гимнастов, в стенах спортивного комплекса «Юность» традиционно будут проводить занятия по теннису, волейболу, рукопашным видам спорта и танцам. Планируется, что всего здесь будут заниматься около тысячи юных спортсменов. Кроме этого, на базе «Юности» проходят занятия для участников клуба «Активное долголетие» и пары по физической культуре студентов Российской международной академии туризма. Много сделано для того, чтобы дети могли действительно тренироваться удобно, комфортно. И также у нас появились в раздевалках душевые. Детям все нравится, довольные. И очень давно хотят уже прийти на свою территорию, заниматься, тренироваться. И мы будем очень рады здесь уже продолжить свои успехи в спорте. К капитальному ремонту «Юности» приступили в марте 2023 года. За полгода двухэтажный тренировочный корпус площадью более 1200 квадратных метров обновили полностью. Укрепили фундамент, стены и кровлю, заменили систему коммуникаций, выполнили облицовку фасада, обустроили новую входную группу, расширили раздевалки и тренерскую комнату. Все более модернизировано и сделано для того, чтобы наши дети в более успешных условиях могли заниматься спортом. Один из самых успешных воспитанников спортивного комплекса «Юность» – житель Сходни, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, приехал, чтобы посмотреть, как изменился комплекс. Мы новый совсем стал стадиона «Юность» на Сходни. Шоумен отметил, что спортивный объект преобразился до неузнаваемости. В здании на первом этаже открыли обновленный медицинский кабинет, санитарно-бытовые помещения и раздевалки, инвентарную. На втором этаже старый тренажерный зал переоборудовали в помещение для общей физической подготовки. Также открыли хореографический зал и офисное помещение для административного персонала. При этом Дмитрий Губерниев поблагодарил архитекторов за то, что не тронули историческую особенность юности – панно с изображением спортсменов. Это действительно родное для меня место. И родное место расцвело совсем невероятными красками. Поэтому, конечно, наша задача сейчас, команда Воробьева, всех тех людей, которые спорт развивают, не снижать оборотов, продолжать. Самое главное – это глаза детей. Счастливые глаза детей. Вот они, мальчишки и девчонки. В церемонии открытия спортивного комплекса участие приняли глава городского округа Дмитрий Волошин, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Сделано качественно, потому что, наверное, все, что мы делаем для детей, должно отличаться высоким качеством. Поэтому огромное удовольствие, я думаю, что все получили, и те, кто здесь будет работать, и кто будет тренироваться, и жители микрорайона. Дмитрий Волошин отметил, что завершить ремонт в короткие сроки удалось при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мы все знаем, насколько важно для сходни физкультурно-оздоровительные комплексы. На это был большой запрос, и мы в кратчайшие сроки, практически за шесть месяцев, обновили этот спорткомплекс. Я желаю всем удачи, успехов, и, конечно же, мы рассчитываем на победы. Химки, только вперед! Финальным штрихом церемонии открытие стало яркое шоу. Внимание! Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.